Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Массу неожиданных впечатлений, с другой стороны, и в целом просто произвело на меня большое такое впечатление, мировоззренческое даже. Потому что я совершенно не предполагал, что дело обстоит вот до такой степени серьезно. Вот, юбилеи песен 1958 и 1968 годов. 58-й год. Два года назад прошел 20-й съезд. Отменили, так сказать, Сталина, отменили лагеря, отменили БУЛАГ, сняли железный занавес. В 1957 году провели Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Свобода расцветает всеми красками, какими только может быть. В Москве поставили памятник Маяковскому. Около памяти к Маяковскому поэты читают стихи круглосуточно. Никто никого не гоняет. Вот она, свобода. И 1968 год. Ну, в общем, да, началось еще раньше, 65-го, но в 67-й год там. Один процесс над Гинзбургом и Голосковым, другой процесс. Пражская весна, дубчик, танки в Праге, демонстрация на Красной площади, все гайки замернуты. До такой степени контрастные годы, что я думал, я знаю много этих песен. И каждый раз обнаруживая, что эта песня, ну, условно говоря, круп, про заморозки, написана в 68-м году, я слово заморозки начинаю понимать иначе, в контексте оттепи и заморозки. А все-таки жаль, что кончилось лето, поет Кукин. Я понимаю, блин, лето-то кончилось, поет Кукин. И так далее, и так далее. То есть, о, сколько нам открытий чудных готовят просвещение духа. Я приглашаю на сцену своих постоянных ведущих по вечерям споем вместе, Александра Романовича Евстигнеева и Змитрия Альберча Макушина. По имени и отчеству, потому что эти народы в этой школе. Мы открываем наши книжечки на 10-й странице. Сегодня очень интересно. Раз, два, три, четыре, пять. Интересно то, что книжечку я просмотрел, пролистал, прочитал. Интересная книга сама по себе. Программа будет совсем другая. Что-то не получилось бы. И вот, в общем-то, контексты, конечно, будут меняться. Я вчера прочитал, что там возле земли. Очень интересная книжечка. Простите. Что? Лучше подключиться, да, чем не подключаться? Я бы сегодня дать. А, мне экспозицию надо. Так, ну, эту песню вы знаете. Давайте с ней начнем. Это 58-й год, и в каком-то смысле эта свободная песня очень хорошо характеризует именно эту свободу. Первоначально. Поехали. ПЕСНЯ 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 Мама, я хочу домой Что вы имеете в виду? Под словами «Надоело жить вот так!» Вам что, не нравятся советские саппи? Такой ужас, помнишь, что было? Вот совершенно другая песня 68-й год Александр Дулов Теперь еще не поздно на Павлову зайти Кто найдет первую страничку? С 20-й О, смотрите, с 10-й на 20-й Я ее славу помню Скрипит поселок тачки Обширкой, коробейной На соснах, как на бачках Огни светлого эльма И если хочешь звездам Нам будет по пути Тебе еще не поздно На Павлову зайти Тебе еще не поздно На Павлову зайти Мой скатус и мое приездам Мои чернила пальцы Но ты узнаешь сразу Меж звезд на вас скитаться К чему скитаться, розно Парни, все в пути Тебе еще не поздно На Павлову зайти Тебе еще не поздно На Павлову зайти Ну ладно, ну не плачь ты Ведь нам нельзя отдельно На соснах, как на бачках Огни светлого эльма Сотрет друг другу слезы Незримые почти Тебе еще не поздно На Павлову зайти Тебе еще не поздно На Павлову зайти Я приглашаю на сцену Ансамбль Ансамбль КСП «Нефиль» Зрителю Слушатели Моющие Кто первый раз сегодня слышит Ансамбль «Нефиль» По-другому отделению Для вас будет вопрос Викторины Своей викторины И призом будет Есть диск Ансамбль «Нефиль» Гитара, гитара, гитара Есть? Есть такая фактика? Итак, страница 1 Я не смешусь Страница 1 Но, как всегда Кто-то печатает эти сборники Не всегда советуется с авторами На самом деле это называется Гимн атомщиков Мы писали стихи Этого гимна Они его не считали Правда гимном Юрий Древс и Юрий Игнатьев Юрий Древс Это почетный Профессор Мифи Поющий в мужском хоре Мифи С 1956 года Со своим основным Литературным достижением Он считает Объявление О первой репетиции Мужского хора Мифи Которую он написал Собственноручной Они Эти стихи Принесли Юрию Алексееву Юрий Алексеев Через некоторое время Говорит Ребят Я вроде придумал Какой-то мотивчик А у них был товарищ Лев Фишман Который на фоно Мог сыграть все И вот после этого Они собрались Запели эту песню Которая вообще-то говоря Не сразу пошла в массы Но по крайней мере Через некоторое время Она пришла в хор И хористы Поют эту песню до сих пор И так Вот ты проходишь Лысиной сверкая Вот ты проходишь Лысиной сверкая Хотя по паспорту Тебе лишь двадцать пять И у меня уж Ширюра не пустая Давно уж начал Волосы упадать А мы еще Есть старики Мы инженеры И дики А мы еще Есть старики Мы инженеры И физики Копаясь мощно Симпром На задроне Мы открываем Отские лучи Заряд походим Даже на игроне Плюем на то Что смерть Судят врачи А мы еще Есть старики Мы инженеры И физики А мы еще Есть старики Мы инженеры И физики Но где-нибудь В поляске В семье От злого рака Все равно Попрем И словно Попробуем Наших И руси Через световые Громы Пропоем А мы еще Не стреми Мы инженеры И физики А мы еще Не стреми Из треки Мы инженеры И физики И вот куплет Которого не был Не канонический куплет Которого Которого не дрова Кувалты Разгибаем Что-то Вы На кой-нибудь Ветра Но из ядра С оттоком Пролетаем Частицы Атиси Кмаминус И гемберон А мы еще Не стреми Мы инженеры И физики А мы еще Вновь Вновь Не стреми Мы инженеры И физики И гемберон Вот ты проходишь Лысиной сверкая Хотя по маску Теремь И в двадцать лет И у меня Уж Жил Вроде Гусая Давно Уж Начал Волос Выпадать А мы еще Не стреми Мы инженеры И физики А мы еще Вновь Вновь Не стреми Мы инженеры И физики Вот такой Ядрый пример Того, что называлось Студенческой Здесь Александр Николаевич Вечерняя Следующая Вечерняя Вечерняя Сестня Юрия Висбора Страница Возьмь Одно единственное Замечание Что в первой строке Мы почему-то Поем Вечер спрятался На крышу А уж потом Вечер спрятался За крышу В тишине Шаги Свинят Может Ты Меня Услышишь Может Ты Пойдешь У меня Облако Вечерних Тат Облако Пойдем Неужели Непонятно Что Я Вечерних Тат Облако Облако Вечерних Тат Нам Пойдем Вечерних Тат Непонятно Что Я Вечерних Тат Подобрать Мне трудно Сразу Песня Непонятно Подпишем Песня Непонятно Программа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок ПЕСНЯ 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 Я обращаю внимание на то, что мы продолжаем петь Акуджаву. И такой маленький штришок. Да, кстати, он пришел, Сергей Киселев. Может быть, звук изменится. Может быть, к лучшему. Но будьте готовы ко всему. Этот человек способен на многое. Открываем страницу номер... Номер два. номер два я хотел сказать о фильме москва слезам не верит и как вы помните там действие происходит в том самом изменить пятьдесят восьмом году и из окна звучит песня полота гуджава не это но это очень характерно что уже а гуджава пятьдесят восьмом году только-только начал появляться на магнитных записях первые концерты в каких-то кафе неизвестно где и неизвестно что но уже слух пошел а песни-то вот такие страница страница 2 до свидания мальчики ах война что ж ты сделала подлая стали тихими наши дворы наши мальчики головы подняли повзрослели они до поры на пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат до свидания мальчики 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 постарайтесь вернуться назад нет не прячьтесь вы пусть высокими не жалейте ни пуль ни гранат и себя не щадите вы и все таки постарайтесь вернуться назад ах война что ж ты могла сделала вместо свадеб разлуки и дым нашли наши девочки платья за белое простари сестренка свои сапоги сапоги ну куда от них тенешь стар да зеленые крылья погон сапоги 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 до свидания до свидания девочки девочки постарайтесь вернуться назад до свидания девочки постарайтесь девочки постарайтесь вернуться назад и мальчику переворачиваем значительным да в прошлый раз я получил неожиданный упрек а почему вы в сборнике у вас не указан художник чьи ресурсы Я не уверен, что в этом сборнике художник не указан. Но нежели вдруг он не указан, я просто в очередной раз хочу сказать спасибо от струствующей, скорее всего, здесь Дарье Никифоровой, Даша Никифорова, каждый раз получает, ну, за сутки-за двое тексты, за сутки-за двое рисует, и мы получаем то, что получаем. Я тоже Дарье Никифорова. Она обычно указана, она очень струна. Обычно где-то по вертикали, где-то с боком, где-то если поискать, то найдешь, можно. Если нет, кричите. На какой? А, на третьей странице есть. Все хорошо. А мне очень нравится, честно говоря. Настоящих людей так немного. Все вы врете, что век их настал. Сосчитайте и честно, и строго. Сколько будет на каждый квартал. Настоящих людей очень мало. А, на планету совсем ерунда. А Россия одна, моя мама. Только что она может. А на Россию одна, моя мама. Только что она может. Я не буду считать лекцию про маму. Страничка 15, номер такой, несколько непрогенционный. Я говорил про элементы свободы 58-го года. Вот один из явных элементов этой свободы, художественный фильм «Последний дюй». Кто не видел фильма «Последний дюй»? Поднимите руки. Не видел. Ну как же вам удалось прожить жизнь? Раз. Два. Три. Друзья, значит, конечно, я сейчас смотрел отдельные фрагменты, готовились к этому речу. Но фильм сам по себе блестящая работа. Рассказ Джеймса Лондриджа я еще не перечитал, но книжку украл. Не то, что украл, взял с развала, где бесплатные книги лежали, буду перечитывать. Песня за последние 60 лет совершенно не усталела. Единственное, что пил там такой человек по фамилии Михаил Рыба, который назывался «Глас профунду». «Бас профунду». Это у нас таких нету просто. Он будет петь просто басом. А бас профунду дальше все. Александр Иванович, заводите. Так. Машу? Все. А то. Машу сыграть. Вот так вот. Тяжелым пасом гремит фугас, ударил фонтан огня. А вот Кеннеди пустился в пляс, какое мне дело до всех, до вас. До вас, до меня. Трещит земля, как пустой огрет, Как щепка трещит бродоня. Торога вновь разбирая смех, Покоим мне дело до вас, до всех. Даван до меня. Но пуля дура не пошла меж глаз, Ему на заказе дня. Успел сказать он и в этот раз, Какое мне дело до всех, до вас. До вас, до меня. Простите солдатам, Последний грех, И в памяти не кроня. Печальных не ставьте, Одна не век, Какое мне дело до вас, до всех. До вас, до меня. А я приглашаю на сцену постоянного ведущего рубрики «Векторина» Юрия Федоровского. И прошу всех открыть книжечки ровно посередине. Да, как всегда, вопрос «Векторина» в центральном развороте вашей книжечки. Там пять вопросов. На каждый предлагается четыре варианта ответа. И вообще считайте, что это не «Векторина», а «Лотерея». Просто поставьте пять крестиков и не забывайте подписать свой листочек, Опустите его в антракте, в коробочку, на краю сцены. Листочек на содержимое книги совершенно не повлияет, Поэтому легко его выдернуть. В 68-м году в Академгородке под Новосибирском прошел... Александр Николаевич, наверное, может стать счет первым. Да, это был первый всесоюзный фестиваль авторской песни. И всесоюзность его была довольно-таки относительной, потому что до Дальнего Востока не добрались, но были Москва, Ленинград, Новосибирск, Свердловск, Казань, Севастополь и еще про кого-то я забыл одного. У нас знаменит от всего тем, что на нем выступил Александр Галич. И не просто, у него был целый большой афишный, почти что вечер, это было одно, но длинное отделение. Уважаемых гостей селили в гостинице Академгородка. Рядом с гостиницей висел большой лозунг, сейчас он нам показался немножко сомнительным. Поэты, вас ждет Сибирь. У Галича и у Кукина номера были рядом. И вот рано утром Кукину номер заходит Галич, в одной руке он держит под его поводки, в другой закуску, и говорит, с утра все магазины закрыты, вот ничего на закуску не достал, кроме этого. Что он принес на закуску? Лимонад, шампанское, банан или кефир? В 68-м году Юрий Висбор снимается в фильме Калактозова «Красная палатка». Экспедиция Нобеля на Северный полюс. Съемки проходят на земле Франца и Иосифа, и Юрий Висбор по блату пристраивает в экспедицию шесть своих друзей-альпинистов для обеспечения техники безопасности. Вальтах. Да. Помните песню «Спартак на Памире»? Аркаша Леваша, Юраша Кремаша и самую весь Стын. Вот кто из этих друзей, кроме того, что он обеспечивал техническую безопасность, еще и сыграл роль в этом фильме? В 68-м году в жизни Сергея Никитина было три самых важных события. Во-первых, он женился. Вот только что в конце января отметили золотую свадьбу. Во-вторых, он окончил НГУ и поступил в аспиратуру. А в-третьих, он познакомился с Булатом Ахуджавой лично. Что он подарил Булату при первой встрече? Пластинка, сигареты, струны, грузинский коньяк. Ну, конечно, коньяк, нет? Не знаю, не знаю, не знаю. Юрий Висбор, кроме всего прочего, еще был прекрасным исполнителем. Но во всех компаниях он пел не только свои песни, но и чужие, и Высоцкого, и Галича, и Янчарова, и Городницкого. Если его спрашивали, он, конечно, говорил, чья это песня, но спрашивали не всегда. А кроме того, когда все это расходилось в записях, то и пленку экономили, и все разговоры не писали, писали только сами песни. Поэтому очень много песен ходило под фамилией автор Юрий Висбор. Вот если Вы опять откроете книжечку на странице 10-й, там песни «Мама, я хочу домой», то Вы увидите, что в этой простенькой песне аж 4 автора. И слова «Мама, я хочу домой» написал совсем не Гисбор. И начиналась даже она не в 58-м году, а в 57-м. Но в этой песне все-таки Висбор кое-что своего добавил. Сколько строчек во всей этой песне принадлежит самому Висбору? 2, 4, 6 или 8. Делайте Ваши ставки, господа. Но песня Висбора. Ну и опять, сколько мы уже про него говорили, дамбайский вальс. Лыжи у печки стоят. Вот. За какой горой он гаснет? Алибек, Сулаха, Дамбай, Эрцук. Итак, не забывайте подписывать свои листочки, но еще мы не сможем назвать победителя. Анонимки не принимаются. А я приглашаю на сцену ансамбль... Богу Косторского и его бабушку. Ансамбль «Камердет» Михаил Максим Баклов. Дорогие девушки. Всех не успешно помню. Представьтесь. Для нас премьера. Страница какая-то. Вы поедали извести. А? Так, «Прощай, Москва». Юрий Висбор. Страница седьмая. На музыку Светланы Бакнасаровой, которая, слава Богу, успела поднимать участие в наших вечерах своего вместе. Молодцы, арстриумы, нескольких. Мы тоже приложили руку. Небольшая аранжировка от нас. Отковертил. Прощай, Москва. Не надо слов и слез. Хожу тебе сегодня по секрету. И знаешь ты, что я тебя увез. О, в душе своей ношу тебя по секрету. Не знаешь ты, что я тебя увез. О, в душе своей ношу тебя по секрету. Не знаешь ты, что если у костра глаза подергли ты воспоминаний. По долгим, одиноким вечерам. А-а-а, к тебе ходить я буду на свидание. По долгим, одиноким вечерам. А-а-а, к тебе ходить я буду на свидание. Мне здесь знаком, наверное, каждый год тебе на память. Подарил я детство. И молодость, и солнечный задор. А-а-а, ты город мой оставил мне в наследство. Прощай, Москва, в сиянии гордых звезд. Принес слова, прощай, лава-прилета. Не знаешь ты, что я тебя увез. О, в душе своей ношу тебя по секрету. О, в душе своей ношу тебя по секрету. Там есть очень хорошая подпевка. Ла-ла-ла. Слова простые, так что пою все. Этот вальс прозвучит для вас Если даже кругом тишина Если кончились все слова И осталась печаль одна Год пролетел, как сон В поле метель улеглась Еле звенят гунисон Начинается снежный мазь Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла И легко, и беззаботно, и безумно, и беспечно Скрылось все за поворотом, улетая бесконечность Я как снег в ладонях таю, я и первый, и последний Снежно в ладьбе улетаю по растающему снегу Ты куда летишь, не знаешь, и зачем летишь со мною Я ведь в небо улетаю над землею голубою Не клади на плечи руки, не смотри, не улыбайся В этом митре, в этом круге, бесконечном снежном вальсе Ла-ла-ла-ла... Этот вальс для вас. Александр Романович, вы готовы? Да. Всегда готовы. Тоже для меня неожиданностью и такое открытие явилось, что эта песня тоже песня 68-го года. Она совершенно не содержит в себе никаких признаков 68-го года и всех описываемых разногласий между 58-м и 68-м. И многие слышали, что автором этой песни является Михаил Звездинский. Нет, Михаил Звездинский не является автором этой песни. Автором этой песни, расположенной на странице номер 27, является Александр Романовский. И совершенно хорошо известный автор из Санкт-Петербурга, из Ленинграда, это первый профессионал в нашем жадоре. Он первое всех кинул и пошел работать в филармонии. Петь песни под гитару. Вот. Александр Романовский. Баллада о свечах. Кур исполняется в народном варианте, как и в эпиле с конца 60-х годов. Везде. В лесах, в полях и на концертных площадках. Поэтому вы должны знать, если вы будете держать основной голос, то я могу попытаться и построить второй и третий. Напоминаю вам вторую половину музыкального. Давайте попробуем спеть с вами. ПЕСНЯ 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 КАЗАЛОС ПЕСНЯ А чём-то близко и родном, А я плачу с мечи. Казалось, плакать, казалось, что отец врачом. А я плачу с мечи, то иногда, то иногда, По ветер вечер. Мы вдруг садимся за ряду, Снимаем с клавишей гуарь И зажигаем свечи. Мы вдруг садимся за ряду, Снимаем с клавишей гуарь, Зажигаем свечи. И свечи плачут за любви, То тише плачут, то сильней И осушить горячих слёз Они не успевают. И очень важно для меня, Что не боится воск огня, Что свечи тают для меня На имя дружбы тают. Дружб притаится за окном, Туман рассорится с дождём. Из проруд, и без проруд, И скрыт вечер. О чём-то раннем, не зимом, О чём-то близком и родном, Скрыт плачут свечи. О чём-то раннем, не зимом, О чём-то близком и родном, Скрыт плачут свечи. Я приглашаю нас к сыну Юрия Рыкова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ пятую страницу, ботик будет петь. Ну да. И это как раз на песне, написанная во время съемок Красной палатки. Но, как мы все знаем, Юрий Васильевич творчество его нельзя невозможно представить без песен о море. Да, так вот. Сам написал «Не дарите мне берег, подарите мне море». Вот. И среди многочисленных песен, хилерических и таких книгах, вот есть песни шуточные, но с подтекстом, я бы сказал. За всем успевайте, сами для вас. Какая гитара? Коля Гусева. У нас есть выход. Ой, стуканизация. А так она работает вообще, да? Так даже человечный. Так вот, десятков песен, посвященных море. Есть песня, которую часто поют вместе. И не случайно она сегодня у вас на ваших страницах. Один эфрежератор, представитель как страны, попался раз и шел точную в юг. А в мире от гиганта посреди моской волны шел ботик под фамилией Калуга. Что ж вы ботик подтопили? Был в нем новый патефон. И по двери и тит и пьехи и куритель и салон. А тот рефрижерар, что вес выпил для капстран вдруг ботик продоранил молчаливо. А тарик из-под длина только виден капитан хорошего армянского разлива. салон. Ботик подтопили пырно много потефон и апреты и аппетиты и курицы и салон. То есть пик инглиш падлы капитан кричит седой француженка быть может мать твоя а может вы вообще уж там бортон шприхет седой пик инглиш судно отвечает я я шо 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тогда же 25 августа в Москве прошел митинг властности Посвященный тому, чтобы разъяснить народу, что происходит с страной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К тому времени уже 58-я статья 1926 года была отменена Заменена на 190-е, по-моему Дать меньше на 190-е, чем то, что, конечно, дадут Да, так вот, наш Советский суд, самый справедливый суд в мире Значит, за 65-го по 87-й год, до начала катастрофы Значит, правозащитников и диссидентов было посажено 8147 человек Это надо знать, и об этом не стоит забывать А страница в Википедии, посвященная диссидентам Кстати, вот есть куплет из песни, которая сейчас прозвучит Дмитрий Александрович Мороз трещит, как пулемет, трещит над пулем боя И пять машин, как пять собак, рычат и жажда крови И добровольный опел злот стоит, уже конвоин Им только б знак, а знак и так сорваться он наготове Там за землёй уставят суд, законы, незаконы Корреспонденты в стороне внимательно нейтральны И горско граждан жмёт саду, как цехи в центре зоны Пришли за правду породить и крест принять, а парни На тысячу академиков и член-корреспондентов На весь наобразованный культурный легион Нашлась лишь эта росточка больных интеллигентов В слух высказать, что думает здоровый миллион Вон бывший зод стоит себе на бой, колотит ногу А вон полковник КГБ, а на бой колотит ногу Вон у студента, у врача, отец замёрз на бане А у того, у слухача, залит поцеловками И вот стоят лицо в лицо, и суд не в поколениях Не сыновья против отцов, а сила против правды Видать, опять пора решать, стоять ли на коленях Или в салаткином поспешать, или опер-лейтенанты Ах, как узок круг этих традиционеров Кто-то и так легко их окружили во дворе И тоже вне народа, и тоже для примера И дело происходит тоже в старом декабре АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Такой тоже чудесный факт М. Юрий Алексеевич Кокин Все свои песни написал В путешествиях, в экспедициях, в поездках Но песня не была написана В домашних тепличных условиях, за столом Песня, которая сейчас прозвучит «Сумерки» Какая там страница? 24 24 Он рассказывает о том, что Когда он готовился к экспедиции на Камчатку Три дня ему пришлось ждать На Московском вокзале Отправки товарной платформы с трактором туда Ну и вот, что внимается Он такую дорожную песню написал Которая нашла в обои моего дорожных песен В жизнь пути весенние Влетаются клеточки Заботливо Россия Упою в косы девочки Все сумерки на сумерки Пора бы быть и вечером Встаю с дорожной сутрою И говорю До встречи вам Заботливо и ласково Сходим на зори в дальние И хочется участвовать В рассветах созидания А кто-то скажет с завистью Мол, неком за туманами А сам, наверное, явится С набитыми карманами И вот словами связан я Как крепкою веревкою И все так вам рассказывать Становится неловко мне О том, что я за сказкою За песней, за закатами За тем, что перед ласкою Я не был виноватым И прям пора заканчивать Да что-то вот не хочется И до сих пор заманчив мне Лизы и сны и осенью Все сумерки до сумерки Пора бы быть и вечером Стою с дорожной суткою И говорю До встречи До встречи До встречи Вам Юрий Митов Юра, а это что? У меня такое тут лежит Первое и второе На Сегодня у нас вечер юбилеев Мама, дорогая Что ж такое стреляет? Никто не падает Вечер юбилеев Песенных Но в том числе Я попросил Сашу, чтобы Буквально пару минут медали Я рассказал о том, что Есть такой замечательный клуб В Костроме Клуб авторской песни Костромской Для бессменным председателем Саша Григорьев Замечательные ребята И многие из нас бывали там И я там не раз бывал Прекрасный клуб И вот они издали Юбилейную книгу Прекрасно оформленную Знаете, вот Фильм Бим И пользуясь случаем А, вот видишь Глуховать немножко Ну, пользуясь случаем Значит, я Эти два фолианта Замечательных Изучать-изучать От имени Саши Григорьева Вручаю, во-первых По поручению Александру Николаевичу Костромину Особой Лично-лично Увидел Вот весь еще Пожалуйста Плодисменты За заслуги За русскую За все И вторая Такая же Книга Это уже Библиотеку Центра авторской Песни Нина сказала Спасибо Да, понятно Все В общем Шикарное издание Поздравим Загонку Костромин Курс 40-летия И продолжим Лебедение Песен Лебедей Песен Мы заканчиваем Второе Первое Отделение Двумя песнями Арика Круппа Я приглашаю на сцену Сергея Русницына Который сейчас будет Подключать гитару Неизвестно К чему это приведет У меня гитара без регулировок Там сделайте звук потише Но немножко такой объемный Мы вот сейчас в кулуарах Посоветовались с товарищами И многие сказали Что вот эту песню Заморский Которую я хотел бы вам показать Исполнять на это В свободной манере Она конечно сложная Для совместного пения Страничка 30 Но что-то такое джазовое Хотелось бы в нее привнести Страница 30 А написана на Арика Круппом В возрасте 30 лет Всего он прожил 33 года Недолго И когда я в ранней юности Услышал Одну из знаменитых песен Русского шансона Сигарета Она звучала здесь У нас еще в Советском Союзе Из-за океаном Узнал, что это одна Из ранних песен Арика Круппа А другая его песня Очень любимая Ровесников следы Эта песня стала гимном Поисковых отрядов Всего Советского Союза Вот такой он был Разносторонний автор Листья в реке Желтые паруса Березина заплотала в лесах В поле озимые Зявут ростки Заморозки Заморозки Гуси над лесом Печально кричат Стая на юг улетает Прощай Скрыли в печаль Свою заморозки 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 В белом тумане Байдар-караван Вечером к лесу придет А туман Скатится утром Слезами с ресниц Заморозки Заморозки Вечером бакенщик Выгонит бог К богу речному Лампату зажжет Что-то пожепчут Костра языки Может Про первые заморозки Лес тихозамер У сонной воды Слушать сказки Вечерней звезды И в полнолуние Тени резки Заморозки Заморозки Грустно Наверное Осип правы Что-то по осени Сам я раскис Видно Коснулись Моей Головы Заморозки 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 Сергей Брустницы Аля Круг Она с целого ходит Александровневский дни Дмитрий Матюшин Мы заканчиваем первое отделение Песней Бортпроводница А почему именно ей На странице 31-й расположение Я сейчас расскажу Вот этот микрофон Вот этот микрофон Вот этот Он это самое Он ругается Стреляет Все нормальные Барды мужского пола Любили писать А вот Про молодец У Ухнюка Такая песня Помню Бориса Савельевича Раз, два, три, четыре Катя Отлично Ну тогда в те годы Можно было пообщаться с ними Ну да У нас еще во втором отделении Будет песня Из фильма 68-го года Еще раз про любовь Вот поет ее там В этом фильме Бортпроводница Вообще Очень популярная была тогда Идея всех этих Перелетов Через всю страну Самолетов Ну и соответственно Без Скилодез Летать вам Невозможно Ну а песню мы поем Не по этой причине Дело в том Что Кто был на вечере 29-го октября Когда мы отмечали 50 лет В 67-му году Вот здесь в этом Очень немного народу было О, ну что вы В 67-м году Состоялась первая Научно-практическая конференция По проблемам Самодеятельной песни Она состоялась В мае 67-го года В петушках И вошла Так сказать В историю Как основополагающие события И одно из основополагающих Уже решений Принятых на этой конференции Было проведение Всесоюзного фестиваля Авторской песни Бардовской песни Самодеятельной песни Как ее тогда решили называть Именно самодеятельной песни И решение было принято Провести в конце 67-го года Но в 67-м году Отмечали 50 лет В 17-м году И было Не до чего Поэтому сказать Давайте, ребята Сейчас мы Закончим Отмечать 67-ю Годовщину 17-го года И фестиваль И фестиваль На запад ночь А мы На западе встречу Сибирь все ближе Сибирь все ближе И фестиваль И фестиваль Сибирь все ближе Сибирь все ближе И фестиваль И фестиваль Сибирь все ближе 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 И фестиваль Сибирь все ближе Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»